здравствуйте хочу с вами поделиться своей радостью меня почти все готово я почти все укрыла здесь нас осталось тут немножечко многолетники какие-то подрезать что-то еще убрать а вот скидывая все по ту я бы не все многолетники если не на грядку грядки у меня укрыты все точнее клумбы укрыты все листьями все почти на укрыла все что можно и просто землю листочками и гехеры и розы поэтому меня счастье счастье было у нас уже зима приходила я в это время как раз городе было на дети у меня тут катались на санках было все все в снегу успела я заснять на последний день когда сюда приехала вот она держался снег три или четыре дня то есть прилично вот но сейчас наступила снова осень при том такая достаточно теплая прям так комфортно что-то сейчас делать саду вот и доделала какие-то дела что тогда обрезаю климатисы тоже все укрыла на самом деле я знаю что многих есть какие-то споры по поводу укрытия климатисы на мой взгляд климатисы можно не укрывать тем у кого стабильный снежный покров зимой и нет отепелей то есть если снежок укрыл климатисы то то есть может быть какие-то сорта и вообще не надо укрывать но я живу в северо-западном регионе у нас непредсказуемые зимы весны осень все непредсказуемо поэтому я стараюсь укрыть все и как можно быстрее потому что вот к миру недавно еще снег не выпал у нас был сильный мороз наверное где-то до месяца до этого весь месяц каждый день лили дожди и я даже засняла короткое видео у меня полопались некоторые травянистые растения они просто вот их разорвало и соки все вышли и замерзли то есть это страшно соответственно и для роз и для климатисов и для всех остальных растений деревьям тоже это страшно деревья тоже у меня разрывает и вот лопаются прямо стволы но в основном это весной поэтому я не знаю свою непредсказуемую такую погоду поэтому я стараюсь все укрыть в нашем регионе не укрывать розы это опасно ну вот есть у меня до несколько розочек которые все равно в любом случае не укрывая но это общение укрывано это ханзаланты навсегда у меня зимует без укрытия все у нее всегда прекрасно вот поэтому в нашем регионе я стараюсь все розы укрыть есть конечно единичные вот красавицы которые не получается у меня захватить в укрытие потому что вот у меня такие непрямые все какие-то кренделя у меня с розами него не очень удобно все это укрывать но на самом деле вот если меня спросит а если вот я сейчас начала формировать свой сад сделал бы я прямыми свои какие-то клумбы для того чтобы укрывать розы я бы все равно сделала также как сделать сейчас поэтому вот поэтому стараюсь все укрывать потому что чтобы не разорвало чтобы не было морозобоин хотя не все равно будут как правило все равно весной когда уже растения просыпаются начинается сокодвижения начинается вегетация у растений у нас часто приходит морозы достаточно сильные и розы рвутся от этого даже бывает и под укрытиями то тут наградила вообще куча всего но я говорю вот у меня тут клумбы с розами неукрытыми тут в станции некоторые розы не укрыты потому что ни дуб не утросила ничего уже не хватает но в общем-то я надеюсь что я их прикрыла вот дубовыми листиками княжики на зимой вот в таком виде но тоже вот у них есть вот их там разрывает но они вроде заживают было у меня весной что прямо тоже их разорвало но ничего заживают родит они княжики они в этом плане более устойчивы получается да к таким непогодам нашим вот а что такие дела еще конечно мне радость у меня отпуск отпуск отказ сейчас козы все в запуске прямо у меня редко такое бывает чтобы все козы были запуске обычно я всегда оставляю какую-нибудь козу для молока но в этот раз я всех отправила в запуск молоко заморозила то что мы сейчас достаем замороженное молоко козе она хорошо замораживается размораживается вот поэтому я сейчас отдыхают коз но сейчас много забот с детьми ну все вперед я постараюсь сделать видео о климатисах чтобы успеть каталогом как раз которые выйдут уже ближайшее время чтобы может кто-то посмотрел приглянувшийся климатис вот носил с вами была ольга до свидания